это мое место для обливания водой возле бани сама баня здесь и возле бани я сделал такое место огражденное небольшим заборчиком где есть подвод воды летом и здесь я обливаюсь водой дело том что в самой бане потолки низкие и стоя над собой ведро с водой не поднять и во время банных процедур я выхожу сюда для того чтобы здесь обливаться водой некоторые мои гости тоже это делают но в чем проблемка проблемка в том что здесь образуется лужа хотя у нас песчаный грунт и под небольшим слоем почвы сплошной песок вода уходит но не быстро и вот здесь вот образуется такая лужа неприятная поэтому я хочу совершенствовать сделать получше это обливательное место обливательное место вот и под этим мостком это просто поддон старый я подложил под ним хочу сделать яму наполненную как это называется это называется поля фильтрации да когда щебенку закапывают для того чтобы туда уходила земля но я буду закапывать не щебенку щебенку я постараюсь поэкономить использую другие подручные фильтрующие материалы и хочу это все дело заснять вдруг кому-то тоже будет полезно и интересно возможно особенно тем кто живет там где глинистая почва или чернозем или еще какая-то где хуже вода уходит это будет полезно вот такой вот материал геотекстиль купили не знаю как называется что это просто пришли в строительный магазин с цели нам надо геотекстиль вот такую ткань нам продали сейчас я покажу как я буду это использовать сейчас для начала просто освобожу место и выкопаю яму ну вот такую яму вырыл сначала снял плодородный слой почвы где-то на лопату куда-то пойдет на грядку и вглубь в песок туда вкопался ну может быть от уровня земли где-то метр такую ямку уже узенькую дальше копал потому что в принципе нужно просто чтобы литров 50 воды за раз чтобы впитывалась так что сейчас эту яму начинаю наполнять этим самым дренажным так сказать своим материалом сейчас покажу каким в общем вот керамзит есть старый грязный который был использован раньше как утеплитель нос разобранного сырая весь такой мусорный керамзит и и буду использовать еще битое стекло так сказать дадим вторую жизнь всем этим банкам с клянками бутылкам и слой за слоем вот планирую уложить а потом уже сверху геотекстиль и щебеночку ну вот что пока получилось так слоем за слоем битое стекло керамзит в общем я эту яму наполнил все все стекляшки которые копил много не знаю месяцев или нет не помню все сюда вбил керамзита немного было ведра 3 наверно может побольше но в общем маловато еще всего этого дела сейчас пока думаю что дальше сделать как-то надо еще больше фильтрационного материала продолжаю снимать уже на следующий день счет друзей привез куча стекол оконных от старых рам ну в общем все больше стекол нет собрали все здесь где могли и керамзита уже больше нет так что теперь небольшой слой щебеночки кладу потом геотекстиль кстати мне сказали как он называется называется дернит вот потом значит дернит кладу на щебеночку и сверху еще щебенки насыплю продолжаем вот так вот получилось с покрывающим слоем щебенки то есть сейчас я щебенкой закрыл все стекла тоненьким слоем ну и теперь постелю дернит что-то прежде чем стелить этот материал у меня возникли некоторые сомнения отправили ли я делаю подумал может он вообще не для этого решил немножко проверить пролил на него воду два слоя попробовал проливать воду питается довольно медленно пошел в интернет посмотреть оказывается это известный материал только называется он не дернит как я только что говорил а дорнит и в общем то он для этого и нужен ну чтобы не пропустить растительность пропускать воду и не допускать чтобы дренаж в дренаж проник грунт ну в общем не знаю мне кажется я правильно делаю если я неправильно делаю это в принципе не страшно но наверняка найдутся добрые люди на ю тубе которые мне подскажут если я в чем-то не прав я буду им признателен ну пока вот так вот постелил сейчас еще сверху насыплю щебенки чтобы его прижать закрыть и немножко уровень приподнять до уровня земли примерно ну что настал момент испытания все присыпал щебеночкой конечно хорошо было бы больше щебенки насыпать но но просто жалко есть у меня щебенка но она для другого дела если останется остатки сюда высыплю еще повыше что поднять ну и может быть что-то потом со временем еще добавлю может быть буду где-нибудь на отдыхе речных камней наберу или что-нибудь такого поглядим но пока сейчас вот проверить как это работает я честно говоря уже немножко проверил пол ведерка вылил поэтому видно что мокрая щебенка но вот интересно как будет впитываться вот такой вот залповый выброс воды ведра литров не помню 25 вот столько я набираю и за раз вот столько на себя выливают вот таких ведра ну литров по 20 каждая и вот посмотрим как сейчас будет уходить это вода у нас ведро не моментально но водичка уходит а вот тут размыло прямо до дарнита и второе ведро сразу да не сказать что сию же секунду но через несколько секунд вода уходит такое ощущение что все-таки просится сюда еще побольше щебенки но пока сыпать не буду так что теперь положу сверху свой мосток сделанный из поддона и сегодня больных будут обливаться не знаю пригодится ли это многим наверное не все так как я обливаются водой у всех разные обстоятельства у кого-то душ может быть кто-то просто не хочет холодной воды обливаться не любит но возможно в этот ролик будет полезен тем кто вообще думает о том как сделать дешевый дренаж потому что использовать вот такой мусор битое стекло и с помощью еще если дарнита закрыть то это в общем как видим неплохо работает так что вот такой вот самодельный дренаж мне довелось сделать всем желаю успехов поставьте мне какую-нибудь оценку положительную или отрицательно после этого ролика если вас не затруднит всего доброго